И силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так, помогаем по мере сил. Вряд ли мы бы догадались, что этого персонажа зовут Возница, если бы режиссер фильма «Замысел» Дмитрий Зочи не подсказал это на канале Донфильм в самом собственном названии сцены номер 16 «Кабинет Возницы». Итак, Возница или Управляющий помогает князю мира сего Денице, несущему свет, следить за исполнением замысла и исправной работой ловушек, расставленных для живого человека, что не родилось, то и не умирает. А также он эти ловушки демонстрирует на протяжении своего появления в фильме. Тебе бы ликвидировать кого-нибудь, в наших силах ликвидировать вообще всех. Но в чем тогда будет наш смысл, кем управлять и при помощи кого осуществлять план? Алкоголь является ловушкой для живого человека. И Возница нам это демонстрирует. Человек, попавший в эту ловушку, не развивается, а деградирует. В процессе употребления спиртных напитков, утром с похмелья, умершие от спирта клетки головного мозга, выходят вместе с мочой. То есть, выпивая вечерком коньячку, ты утром спускаешь в унитаз свой мозг. А в это время по зомбоящику пропагандируется так называемая культура питья. И самодостаточный индивид, выпивающий вечером после трудового дня стаканчик виски со льдом, является алкоголиком. Так же, как и бомж из канализационного люка, похмелившийся динатуратом. Разница лишь в степени алкоголизма. Ну, застрабый смысл! Не текай! Всех трех актеров, сыгравших мыслителей, ныне нет в живых. Они попали в свое время в ту алколовушку. И по всей видимости не смогли из нее выбраться. Редактор субтитров А.Семкин Образно, алкогольная ловушка показана на панно за спиной в кабинете возницы, когда древо, символизирующее рот человеческий, опутывает хмель. В этих двух сценах из фильма присутствует древо с круглым знаком в середине кроны. Разгадать эту шараду я не смог. Помогай, мой просвещенный зритель. Пиши свою версию в комментарии. Я правильно иду? В том направлении? Если идешь, уже правильно. Неправильно стоять и никуда не идти. Все, кто идут, непременно придут, куда нужно. А почему здесь два солнца? Здесь нет солнца. Только два искусственных светильника. Я правильно иду? В том направлении? Следующая ловушка – это деньги. А точнее, банковская система с кредитами и банкноты, как инструмент. Денежные знаки, являющиеся по своей сути ничем не обеспеченными цветными фантиками. И инструментом системы порабощения человечества. Живой человек попадает в ловушку золотого тельца, когда ставит перед собой цель деньги. А вернее, их огромное количество. Деньги – это не цель, а всего лишь сопутствующий атрибут системы на пути достижения своей цели. Естественно, ты, мой зритель, скажешь, что в нашей сегодняшней карусели без денег никуда. Я с тобой соглашусь. Но, может, как раз свой и подсказал выход из этой ловушки. Вы забыли, что кроме моей нашей еще есть свое. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства, круговая порука. За вино одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое мою, но гармоничное свое. Дворец мыслителей, гордость столицы. Лучшие умы современности состязаются в нем в остроумии и мудрости. Решают, как обустроить колонию и по заказу светлейшего разрабатывают новую государственную идеологию. Следующая ловушка, о которой говорит Архал, это идеология. Ключ любой идеологии – мечта. Все идеологии искусственны, созданы для того, чтобы отвлечь от настоящего пути, заменить естественное на придуманное, заманить в ловушку и увлечь в игре целые народы и цивилизации. Человеком подбрасывается мечта средней досягаемости, так, чтобы не слишком далеко и чтобы не дойти. Только лишь прочитав тысячу книг, ты выберешь десять, из которых по крупицам ты сложишь впоследствии картину своего миропонимания и мироощущения, проверяя всю изученную теорию на собственной шкуре. И исключая выявленные несоответствия. И это далеко не значит, что тебе станет известна истина окружающего мира. Ты лишь, возможно, немножко приблизишься к ней. А если вдруг, по недоразумению, ты с младенчества окажешься в волчьей стае, как Маугли, и тебе не доведется слушать первых своих учителей, твоих родителей, а в дальнейшем и пастухов, которые повстречаются на твоем пути. И если ты не прочтешь ни одной книги за всю свою жизнь, то и кругозор твой сузится до размеров территории обитания волчьей стаи, тебя приютившей. Мы повсюду расстали легионы пастухов. Конспирологи и эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас, все ради вас, выбирай, кем хочешь быть обманут. Каждый пастух вещает через призму собственных иллюзий, а посему, чтобы не быть обманутым, тем или иным пастухом, которого ты выбрал когда-то сам, необходимо развивать в себе критическое мышление, все проверять и не принимать за истину в последней инстанции что-либо, когда-либо и кем-либо сказанное, либо же написанное. Человеку свойственно ошибаться, об этом уже говорилось не раз. Живой человек попадает в такую ловушку, когда идеализирует выбранного пастуха и делает из него кумира для себя и более того, для других. Не создай себе кумира. И этим все сказано. Одной части стада мы рассказали о гнусных и жадных банкирах, которые хотят поработить, отобрать газ и нефть, землю и деньги. Другой части стада мы сказали, вы умны и продвинуты. Неужели вы поверите в чушь про теорию заговора? Посмотрите, как смешны те. Вереси и бараны. И пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени и работает без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. А предлагаю я, возможно, самое интересное в мире занятие. Участие в управлении ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. Остальные уже от нее устроились. Останови любого прохожего и спроси, кто стоит над силами зла. Все ответят, сын погибели. Задай следом второй вопрос, а кто управляет силами добра? Уверяю тебя, все скажут, сын Божий. Они смотрят и не видят. Слушают, но не слышат. Все в мире относительно. И событие, которое для одного есть добро, для другого будет злом. Все зависит от точки наблюдения за этим событием. Добро и зло одинаково необходимы, как полюса в электрической батарейке, рождающей свет. Задача не потерять в себе полюс созидания и жизни. Если добро – это сборка механизма, то зло должно быть его аккуратной разборкой, но не более того. Ну а все-таки, как думаешь, будет война? Нет, будет борьба за мир. Но такая, что камня на камне не останется. Между тем, и силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил. Слушай, он там в шахматы. Любитель черно-белое совать. Ты объясни, что не нужно? Значит, говоришь, любитель шахмат. А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы – это ловушка для ума и сердца. Запомни важное. Все, что набило ловушку. Все, что на выбор риту, заподняй. Уворачивайся. Уклоняйся. Из двух предлагаемых вариантов всегда бубляй третий. Заставляют бросить монету. Бросать так, чтобы она стала ребром. Не бери ни хорошее, ни плохого. Ищи тебя, бляй. Если требует сделать выбор, мечту добровольного. Выбирай любовь. Разве где-нибудь, хоть где-нибудь, написано «Бог» – это добро? Нет, не написано. А что же написано? Что кричит с каждой страницей во все голоса? Бог есть любовь. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Биллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. А в общем, без толку. Бытует мнение, что любовь – это тоже ловушка. Ведь Сга попал в стан к противнику из-за любви к матери. Сына! Мама! Что с тобой? Сейчас на помощь позову. Не надо. Встать, помоги. Сынок! Но опять-таки, все в мире относительно. И случай со Сгой тоже не исключение. Побывать в стане противника наберется опыта. А этот момент в первой сцене фильма во время шахматного боя мне напомнил сцену с похищением Сги. Черная пешка – это Сга. Прозрачный ферзь – это Саглядатый. А между ними Монализа – это мать Сги. Очень знаково, на мой взгляд. А те, кто плотно попал в ловушку замысла, пишите в комментариях о том, о чем еще не было написано и сказано. О скрытых ловушках, которые узрели только вы. Всех обнял. И да пребудет с нами сила прошлых воплощений. Фильм «Замысел» – это декларация, оферта или предупреждение. В чем замысел фильма? Принять, осознать, отвергнуть? Для чего этот фильм? Скорее, манифест. Фильм имеет определенное количество целей. Каждая в своей отрасли. Об одной из них сказал выше. Есть и внешняя видимая цель – добиться посредством звука, изображения и других инструментов того, чтобы шестеренки в головах заерзали, заскрижетали и начали вращаться. Чтобы хотя бы малое количество людей усомнились в содержании окружающего шума и самостоятельно попробовали взглянуть на валящие потоки лжи трезвыми глазами, а не через навязанные очки.